Айхальские пожарные готовы к чрезвычайным ситуациям. Это подтвердилось в ходе проведения региональных учений. На тушение горящего автомобиля и спасение манекена ушло менее двух минут. Подробности в сюжете наших коллег. В нижней части поселка столкнулись два автомобиля. В результате аварии один автомобиль загорелся, а в другом остался пострадавший водитель. К счастью, все это не реальный случай, а сценарий пожарных учений. По сценарию дорожно-транспортного происшествия, потому что у нас гололед в зимний период особенно бывает. Это часто. Машины сталкиваются, бывают случаи всегда разные. Есть пострадавшие, пострадавшие бывают. Нет. Но обработывать лично, тренировать надо во всех условиях. Разбитую машину открыли за секунды при помощи гидравлического инструмента. Специалисты МЧС задействовали две пожарные автоцистерны и аварийный УАЗ для доставки пострадавшего в больницу. Учения показали, новая техника с задачами справилась. Техника новая. Изучаем, испробуем все. Но учения показывают себя хорошо. Дальше будет видно. Ну, конечно, не такая техника, как раньше. Сейчас, спасибо, в оку поменяли нам. На учениях айхальские пожарные отрабатывали умение разбирать конструкции, выносить пострадавшего и оказывать ему первую помощь. Горящий автомобиль тушили специальной пеной. Тренировки на свежем воздухе позволяют спасателям на практике отточить навыки устранения пожаров и командного взаимодействия. Конечно, это учение повышает квалификацию. Как и отрабатываем мы свои качества, также повышаем уровень квалификации пожарных. Им очень тоже интересно все это, то, что происходит на деле. Одно дело по картинке посмотреть, что в телевизоре, что показывают, а это тут именно своими руками сделать. И они, как видите, радостные. У них приток антралиналина. И дальше рвутся бой. Пожарные учения зимой проводятся 2-3 раза в месяц. Летом 2-3 раза в неделю. Такие мероприятия доводят действия специалистов МЧС до автоматизма. При возникновении экстренных ситуаций спасатели оперативно их устраняют. Четкое знание своих действий увеличивает шанс спасения людей и объектов в десятки раз. Валерий Усманов, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».